Азербайджан со всей серьезностью подошел к организации избирательного процесса. К такому мнению пришли международные наблюдатели, аккредитованные для участия во внеочередных парламентских выборах, проходящих в Азербайджане. Следившие за ходом голосования представители Межпарламентской ассамблеи СНГ подчеркнули полное соответствие выборов в законодательный орган избирательному кодексу страны. Удивило интерес, который проявляет к этим выборам молодежь. Впечатлила довольно большая активность. Это 900 кандидатов на 125 мест в парламенте. Это очень хорошая, сильная конкуренция. И то, что среди них довольно много людей молодых. Это очень важно. Еще одно такое приятное наблюдение, это то, что очень активно в ходе агитации кандидаты, особенно молодые, используют социальные сети и другие возможности интернета. Активность населения тоже была очень высокая, особенно в период с 11 до 12 часов, когда мы обходили, было очень активно население голосовало. В принципе, изучая вопрос, все понимали важность этого вопроса. Мы как бы микроинтервьюруяли их. В принципе, они знали, в каком направлении, кого выбирать, за что выбирать. Были различные, конечно, мнения. Но я думаю, что организация выборов была на очень высоком уровне. Более 6300 избирательных участков для голосования по 125 округам. В городе Баку на каждом участке зарегистрировано примерно по тысяче избирателей. А за ходом голосования следят более 94 тысяч наблюдателей. А также все желающие, поскольку доступ к камерам наблюдения свободный. В таких условиях нарушения невозможны. Очень много наблюдателей. Вот, например, партии 25, значит, с независимой 26. А, значит, наблюдателей, значит, даже если там кандидатов, например, 7-10 на участке, наблюдателей намного больше. Это интересный факт, надо отметить, что, в принципе, доступ для контроля, он, так сказать, полностью предоставлен. И, значит, в процессе голосования осуществляется контроль, значит, с индикаторами и так далее соответствующими. Мы сегодня с коллегами проходили по некоторым участкам, избирательным участкам, общались с народом. Так говорят, никаких нарушений там серьезных не зафиксировали. В целом выборы до сегодняшнего момента проходят на высоком уровне. Наблюдатели отметили и тот факт, что нынешние парламентские выборы можно по праву назвать историческими. Ведь депутатов парламента Азербайджана 7-го созыва избирают на всей территории суверенной республики, включая и освобожденные от оккупации земли. Я очень на многих выборах присутствовал в Азербайджане. И, конечно, эти выборы отличаются от других выборов. Для азербайджанского народа это праздник. Это очень важно. Поэтому мы, конечно, что касается технического вопроса, спрашиваем людей, есть ли у них возможность голосовать, им мешают или нет. Эти вопросы полностью сняты. Кто хочет голосовать сегодня в Азербайджане за свою страну, они все могут это делать. Так что, если вы хотите, чтобы я их оценировал, эти выборы, они проходят очень спокойно, целенаправленно. И азербайджанцы знают, что делать. Всего на внеочередных парламентских выборах 2024 года задействовано более 600 международных наблюдателей. Они представляют такие организации, как БДИПЧ-УБСЕ, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Тюркпа, Гуам, а также ОЧС. Это и представители парламентов России, Турции, Грузии и Казахстана. По итогам голосования наблюдатели представят свои отчеты о прошедших в Азербайджане выборах.